Лига чемпионов, Милан удержал домашнюю победу над Тоттенхэмом. Непростой победой над лондонским Тоттенхэмом, ознаменовалась для итальянского Милана возвращение в стадию, 1-8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на результат поединка. Лига чемпионов, 1-8 финала, первые матчи. Милан Тоттенхэм 1-0. Гол, Диас, 7. Начали поединок команды осторожно. Впрочем, Рассоннере удалось забить быстрый мяч. Гол хозяев поля получился немного курьезным. Эрнандес после верховой борьбы подхватил мяч и пробил, Форстер отбил перед собой, Абрайм Диас головой со второй попытки, переправил сферу за линию. Пропущенный мяч заставил Шпор заиграть активнее. Лондонцы перехватили инициативу, и пытались регулярно загружать работы оборону Милана. На первый план вышло противостояние Кьяера и Кейна. Дачанин и англичанин то и дело, грязно играли друг против друга, так что только чудом завершили тайм без горчичников. После перерыва Тоттенхэм пытался навязать хозяевам свой сценарий. Однако миланцы слаженно действовали в обороне, и не дали атакующим исполнителям лондонцев, слишком разгуляться впереди. Более того, Рассоннири могли и развить свое преимущество. На 80-й минуте Декитилари головой пробил, точно в угол после прострела Жиру, но Дайер вынес мяч с линии ворот. Через несколько минут, Тиав чудом не попал в створ после навеса Лиау. А потом сам португалец, не смог реализовать выход один на один. Но и одного забитого мяча Милана хватило для победы. Ответный матч 8 марта в Лондоне. К слову, накануне РУХ-Ю-19 узнал соперника, в 1-8 финала юношеской лиги УЕФА. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.